Мы строим дерево целей, да, соответственно, как бы, что это дерево целей из себя представляет, да, то есть мы как бы на каждом рисуем большую, высокую цель и потом, соответственно, ее централизируем, да. Сейчас попробуем с вами в общем виде нарисовать. Это пока, как бы, схема, а дальше мы будем уже для компании разрабатывать. Допустим, возьмем на компании. Сейчас абстрактную, да, назовем ее компанией. А если, соответственно, вот производит, давайте телефон, да, вот, допустим, хочет эта компания, да, вот у нее будет некая «Нигде». Компания номер один. Мини. Ну да, мобильных телефонов. Соответственно, вот что компания, да, должна думать для того, чтобы стать этой лучшей компанией, да, сформулировать, ну, как бы, такую главную цель. Главная цель, в чем она у нас заключается, да, ну, например, повысить свою конкурентоспособность, да, давайте так вот, стать конкурентоспособной. И вот смотрите, как бы мы, что для этого нужно сделать? Ну, очень, да, много всего. И вот, в принципе, вот предыдущий слайд, да, в Москве, да, мы можем на него ориентироваться, да, то есть вот как раз те области, по которым мы можем разбить наши цели, да. И мы вот себе там нарисуем несколько направлений, что мы должны сделать. Ну, например, в части, там, положение на рынке, да, положение на рынке. Дальше, ну, например, инновации, инновации, инновации. Что еще у нас? Ну, давайте, ресурсы, например, и доходность, да. Ресурсы. Доходность. Ресурсы, доходность. Ну, тут, на самом деле, мы можем все эти области взять, и даже больше. Ну, сейчас для примера, да, возьмем. Это у нас абстрактная компания. Мы пока смотрим, как это делается. Дальше, вот, что мы должны очень конкретные цели, да, поставить. То есть еще, например, каждый цель мы разбиваем, можем на две, можем на три, вот цели, да. Например, доля мирового рынка, доля мирового рынка, например, ну, давайте, да, 40%. Да, то есть по всему миру компания занимает 40%, то есть она себе ставит какую-то цель, да. Например, доля компаний, доля на рынке, ну, например, в России, в Китае, да, мы будем, да, кормили цели. Например, по доходности, да, что мы хотим. Мы, например, хотим, чтобы наша тысяча миллионов, да, там, например, рентабельность, да, ну, есть вот эта наша доходность, ну, например, составляла 40%. Так, 45 субцентов, да, соответственно, что мы еще можем сказать, ну, например, темп роста выручки, да, темп, скажи, роста... Куда эти продаж, да, продаж, да, продаж, например, 10% в год. Да, то есть мы, например, себе ставим задачу, чтобы у нас объемы продаж, да, увеличивались на 10% в год, да. Да, мы можем также ставить по инновациям, да, какие-то цели. Что там, например, если про телефон, да, то, допустим, создать там самый производительный, там, вот, например, чип, да, который все это процессовало. Так, повышение производительности. Ну, вот, там, микродомбюро, да, там, микро... Процесса... Процесса... Так, что вы говорите про материалы, да, например, там, новые материалы используют какие-то, да. Новый материал. Новый материал, да. Ну, и так далее, да. Теперь, соответственно, да, вот, как бы мы поставили общие такие области цели, мы разбили крупные цели. Ну, как мы, хотим рентабельность продаж 45%, да, или темпы роста продаж, чтобы у нас были 10%. А дальше мы опять на некоторые порции разбиваем, да. А что мы должны сделать, чтобы у нас рентабельность была 45%? Ну, например, что мы можем делать? Мы можем снизить издержки, правильно? Снижение затрат, да, там, уменьшение, ну, например, на 10%. Снижение затрат на 10%. Да. Вот. И... Ещё даже ничего мы можем... Ну, то есть, например, давайте материальные затраты. Материальные. Ну, то есть, на сырьёные материалы. И, там, снижение затрат на управление, да, то есть, снижение затрат на управление, да. И тоже там, например, на 15%, да. То есть, вот, как бы мы вот проводим постоянно такую декомпозицию, да, то есть, дробление цели. От большей, от глобальной, да, мы идём в маленькие, конкретные цели. Да, и вот, соответственно, как бы, таким образом мы определяем для компании, да, те задачи, которые стратегически, да, о целях отражаются и, соответственно, ориентированы вот на эту долгозрочную перспективу. Так, вот это пока понятно? Точно? Да. Хорошо. Тогда сейчас я спрошу наших коллег, кто у нас в дистанционном режиме работает. Странный. Вам сейчас понятен материал. Вот, сразу кто-то стал покидать, собрать. Ну, ладно, я надеюсь, что сейчас будем потихоньку его осознавать. Значит, тогда давайте такое вам задание, ну, оно будет домашнее, да, и мы будем работать. Значит, вам нужно выбрать компании, которые мы будем анализировать. Вот, мы весь вот этот анализ будем проводить на примере каких-то компаний. Значит, у вас много, я предлагаю разбиться на два, там, три человека в группы, как удобно. И, соответственно, выбирайте компании, разные, чтобы у нас были, чтобы не повторялись, ладно? Вот, какие вам нравятся, российские, китайские, маленькие, большие. Это вот там, как говорится, что в душе ближе. Вот, и задача на следующее занятие – найти миссию этой компании. Миссию, да, то есть компанию и ее миссию. Подумать, а потом мы будем вот стратегию строить, хорошо? Все, тогда. Миссия. Тогда на сегодняшний день. Миссия, да. Говорят, давайте же, когда мне вам будет определиться с компанией, в которой мы будем анализировать, и выделить для нее миссию. Что? А это мы вам потихоньку. На каждом занятии будем делать по одному заданию стратегию. Пока мы определяемся с компанией и миссию выделяем. Я вам еще в следующий раз выдам вот такое задание. У нас будет… Сейчас я вам покажу. Это я включаю. Я вам пришлю. У нас вот такая будет рабочая тетрадь. По дисциплине – это я вам вышлю. И вот, соответственно, с датами это просто. И здесь мы будем прямо в ней, вы будете заполнять и писать, да. То есть, по вашей компании выполнять задание. А потом в конце семестра вы в ней ее сдадите. Вот это будет ваше задание. То есть, вы можете сделать. Я вам пришлю. Так. Ну, тогда сегодня все. Отдыхаем. Да. Всего хорошего. Я егоEndo. Вы увидите. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.